Микс Ньюс Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Олег Пеков в студии. Это программа «Разворот». И я немножко волнуюсь, потому что у нас сегодня дебют, премьера такого необычного разворота, который мы хотели бы назвать «Культурная среда». Вот по средам мы будем встречаться, говорить о культуре, о классической музыке. И сегодня в нашей студии ведущая этой программы Елена Привалова-Эпштейн, и музыкант, и музыковед. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И также в нашей студии латвийский скрипач известный Юрий Савкин. Здравствуйте. Здравствуйте. И виолончелистка Ирина Валикжанина. Добрый день. Я просто, может быть, два слова скажу о том, что ожидать нашим слушателям. Вот мы каждую среду по средам будем встречаться в этой студии, чтобы рассказывать о тех концертах классической, академической музыке, которые проходят в городе. Рассказывать, может быть, знакомить с музыкальными инструментами, с музыкантами нашими латвийскими, может быть, надеюсь, и приезжими музыкантами, которые будут посещать Латвию, и делать, ну, популяризировать классическую музыку, чтобы это было интересно, увлекательно и знакомо. Ну вот, может быть, ближайшие какие-то концерты, то, что будет происходить. Вот Елена Привала-Општейн нам сейчас расскажет несколько слов. Да, я хотела бы рассказать нашим дорогим радиослушателям, куда можно сходить на концерты. Каждый день в Риге проводятся концерты академической классической музыки. Это не поп-культура, а именно моя любимая классика. И органная музыка, и симфонии, и музыкальные литературные перформансы. Как, например, сегодня, 8 мая, в Малой гильдии будет выступать Данис Медяник, скрипач, Станислав Соловьёв, фортепиано и Рустам Галич, художественное слово. Они представят музыкально-литературную композицию. Рустам Галич прочитает стихотворения известных поэтов. И, в частности, будут стихи нашего рижанина Андрея Корсарова. А музыка, шедевры классической музыки, это в Малой гильдии в 19 часов. Завтра, 9 мая, ко Дню Победы, не так много концертов. И, наверное, один из самых ярких – это концерт в нашей церкви Ставу Павла. Будет выступать Алексей Колесников, выпускник Московской консерватории, скрипач. Вместе со своим отцом Сергеем Колесниковым, он баянист, они исполняют произведения Сверидова, Теревердиева, Шостаковича. Музыка потрясающая, проникновенная. А мы с Ириной Валикжайной, которая сейчас тоже в студии, он чилистка, исполним произведения Петра Ильича Чайковского. Кстати, вчера… Вчера у Петра Ильича Чайковского был день рождения. Он родился 7 мая, и в этом году ему исполняется 179 лет. Гениальный композитор, русский. И мы исполним транскрипции для виолончели с органом. Музыка проникновенная, которая трогает за сердца. И в заключении концерта будет еще также Вьерн, Вестминсерские колокола, как торжество этого праздника 9 мая. И вот именно Петру Ильичу Чайковскому посвящен этот концерт, и, конечно, празднику 9 мая. Кстати, Петру Ильичу Чайковскому будет освящен еще один концерт. 11 мая, в субботу, это не концерт, а балет «Спящая красавица». Петр Ильич Чайковский – один из немногих композиторов, исполняемых во всем мире. И, можно сказать, что исполняется все его творчество. Наверное, так же, как Бах. Правда, у Баха более тысячи произведений, у Чайковского немного меньше. Но, тем не менее, он написал три балета. Все три балета ставятся. Он писал оперы, которые сохранил. А две других оперы, например, «Ундина» и «Воевода», они были поставлены, но он их уничтожил. А вот сохранившиеся оперы исполняются. Все симфонии, которые он сохранил, исполняются. Это один из немногих русских композиторов, чего творчество настолько значимо во всем мире ценится, и действительно исполняется и симфоническими оркестрами, и оперными театрами. И вот не пропустите 11 мая «Спящая красавица» балет в нашем национальном оперном театре. Я пропустила один очень интересный концерт в пятницу, 10 мая. Будет уникальный инструмент, который необычный и завораживающий. Вибрафон – это инструмент ударный и в то же время имеет какое-то отношение к органу. В нем трубы, это как ксилофон, установлены трубы, и на нем играют мягкими палочками, и получается такой волшебный, завораживающий звук. Это в зале спикере будет исполнять Янис Бамбеза Федотов на вибрафоне и аккомпанировать на фортепиано Рихард Плешанов. 11 мая, помимо «Спящей красавицы», интересная программа «Авы Мария» в Домском соборе. Ольга Пятигорская, Паула Шуман скрипка и Эдиты Альпы орган. Ну, Ольга Пятигорская сопрано. Самые известные произведения, написанные на католическую молитву, «Авы Марии» будет петь Ольга Пятигорская. 12 мая также два концерта. Я приглашаю, опять-таки, в нашу церковь Святого Павла приезжают музыканты из-за рубежа. Галина Остальская и Анна Остальская – это мать и дочь, сопрано, имеется сопрано, и баритон из Канады, русского происхождения. Они исполнят русские романсы Сверидова, Рубинштейна и Петра Ильича Чайковского. Будет большое количество его романсов. Вход за пожертвование. И вот я как раз хотела сказать, 12 мая в 14 часов вход за пожертвование, а в 15 часов концерт в Домском соборе, где будет выступать органистка Лариса Царькова и много самых разных музыкантов, исполнителей на скрипке, саксофоне, флейте и певцы. И там идет сбор средств на палеотивное обеспечение в семьи инвалидов. И там тоже вход за пожертвование. Концерт в 15 часов. То есть можно выбрать или пойти в Церковь Святого Павла на русские романсы, или в 15 часов в Домский собор. 13 мая вечерних концертов нет, но есть небольшой концерт в 12 часов Пикколо. И там будут играть как раз по воле судьбы. И я на органе. Будет и орган Себастьян Бах, токкат и фуго ре минор, ария ре мажор в переложении для органа. И вот те самые вестминистерские колокола для органа Луи Вьерна, которые прозвучат также 9 мая в Церкви Святого Павла. 14 мая уникальный концерт, на мой взгляд. Это, собственно говоря, и наши гости, которые присутствуют сегодня, Юрий Савкин и Ирина Валикжайна, будут исполнять сонаты для двух скрипок, виолончели и органа Вольфганга Амадея Моцарта. Вольфганг Амадея написал 17 сонат для такого состава. К нам присоединится еще скрипка из латвийского симфонического оркестра Лена Нээкалнэня. И вот в таком составе Юрий Савкин, Лена Нээкалнэня, Ирина Валикжайна и я на органе мы исполним сонаты Моцарта. Но правда не 17, так как их очень много. Хотя это одночасные произведения, которые Моцарт писал для праздничных воскресных служб. Именно поэтому они называются церковные сонаты. Однако музыка настолько светская, яркая, что когда звучит, никакого отношения к церкви, на мой взгляд, не имеет. В некоторых сонатах орган выполняет исключительно аккомпанирующую функцию, фоновую. А есть некоторые сонаты, которые орган фактически как концертный инструмент. И, например, концерт «Соната до мажор» – такой мини-концерт для органа и струнных. Мы посмеялись как-то с ребятами, предположив, что функция органиста зависела от того, какой органист присутствует в этот день на мессе. Если он владеет органом, то партия органа развернута. А если нет, то она ничем не больше, чем партия виолончели. И вот 14 мая как раз будет у нас такой замечательный концерт Вольгенга Амадея Моцарта. И 15 мая – это уже в следующую среду – юбилейный концерт в Домском соборе. Юбилей празднует профессор Латвийской академии, выдающаяся органистка Вита Канциема. Она исполнит сочинение для органа соло, а также с квартетом саксофонистов, которое организовал известный саксофонист Артис Симонис. Сочетание саксофона и органа очень, мне кажется, необычное. Очень интересное, яркое, красивое. Вообще орган… Да, конечно, что ли? Конечно, даже есть оригинальные произведения для саксофона органа. Его написал композитор, органист Атты Степинш. Великолепное звучание, соотношение вот этого звучания саксофона и органа очень интересное. Ну, просто мы привыкли, наверное, к тому, что очень легко саксофон-то переносится в любой концертный зал, где можно исполнить, даже и на улице можно там выступать. Даже, как ни странно, и рояль с органом очень хорошо сочетается. Очень многие скептики, композиторы, выявляли такой скептизм. Мы как раз тоже, опять же, вот я на рояле играл, Атты Степинш на органе. Вот еще такая вот Татьяна Сергеева, композитор из Москвы, вот она специально написала вот такое вот произведение, где Святослав Иголинский, скрипач, должен пересесть на рояль и играть с органом. Вот, и саксофон, вот возвращаясь к предыдущему, действительно, это очень органичное сочетание звучания этих двух инструментов. И вот в той сонате там еще, правда, ударная еще прилагается отчасти, но вот сам дуэт действительно имеет такое органическое звучание, органичное, точнее. В церкви Святого Павла, кстати, я помню, что меня поразило, там стояла в уголке ударная, по-моему, установка, да? Есть, 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 да. То есть на случай, я понимаю, вот тоже мой концерт. На случай ударных? Нет, на самом деле она стоит для того, чтобы в церкви Святого Павла по воскресеньям проводится служба для молодежи. И там как раз такое нетрадиционное, нетрадиционное музыкальное сопровождение, где участвуют ударные. Но их, конечно, можно использовать и в обычных концертах, но все-таки не с органом, потому что орган наверху, а ударный внизу. То есть когда мы делаем концерт с ударными, у нас был в том году концерт, то переносили их как раз к органам. И есть произведения для органа с ударными, конечно, тоже. И, в принципе, не зря говорят, орган – это король инструментов. И вот я хотела бы рассказать нашим слушателям, которые некоторые, возможно, боятся пойти на концерты, например, в ту же оперу или в Домский собор, в чем нужно идти на концерты? Вот я единственное хотел только, может быть, еще, чтобы вы, Елена, прокомментировали. Много или мало концертов классической музыки? Вот мы просто перед началом программы немножко заговорили на эту тему. Мне казалось, что это было бы, может быть, тоже интересно. Вот получается, что один, максимум два концерта в день, ну, судя по этой программе, вот много это или мало для того, чтобы удовлетворить потребность в посещении такого рода мероприятий? Вы знаете, вот я и Ирина, мы родились в провинции России, я в Оренбурге, Ирина в Кирове. И для этих городов, наверное, это было бы достаточно один концерт в день. Потом мы с ней обучались в Москве. И вот в Москве минимум десяток произведений классической академической музыки. У слушателей есть возможность выбрать, на какой концерт пойти. Именно концертов. Это не оперный театр, потому что в Москве, помимо того, что можно пойти в филармонию, в концертный зал Чайковского, три зала Московской консерватории. Сейчас даже четыре. Большой зал, Малый, Рахманевский и зал Мисковского. Да, и там каждый день концерты. И там каждый день концерты в четырёх залах. Представляете, только в одной консерватории. Каждый день концерты в концертном зале Чайковского. Несколько раз в неделю концерты в новом зале Оркестреон и в зале Сергея Рахманева. Это только четыре концертных зала у филармонии, которые также проводятся. И помимо этого огромное количество всяких усадеб, музеев и везде публика. Понятно, что это Москва, огромная столица. Рига – это тоже столица. И всё же здесь я вижу дефицит академической классической музыки. Как вы видите, например, по понедельникам, за исключением Домского собора, в котором только концерт пикало, но в 12 часов это концерт только для туристов. Ну, в основном, да. Да, потому что это на 20 минут концерт, который позволяет познакомиться с органом Домского собора. И нет, вот, например, фактически ни одного концерта. И когда я начала проводить концерты в церкви Святого Павла, я видела этот дефицит в афише, репертуарной именно афише. И сначала я начала делать концерты только по воскресеньям. И сначала были субботы, то есть один раз в неделю. И потом я стала делать два раза в неделю. И я вижу потребность слушателя в академической музыке. И вот сейчас, когда мы готовим для наших слушателей вот такой анонс на неделю, куда можно пойти и послушать концерты классической музыки, получается, что среди недели это всего один концерт. А, например, и только в пятницу, в субботу это может быть два концерта, и редко когда это больше. А чем это вызвано? Вроде бы, казалось, мы живем в век рыночных отношений. То есть если есть спрос, желание людей слушать классическую музыку, должно быть предложение или нет? Мне кажется, здесь все-таки в Латвии страдает немного концертный менеджмент. Я как человек, который, как органистка и музыковед, и в то же время мое призвание это и продюсирование, организация концертов, я вижу, что эта ниша сейчас еще не заполнена. Лишь существуют какие-то разовые акции, а концертная организация, которая раньше была в филармонии, не проводит достаточной работы по работе слушателей и привлечения новой аудитории, и проведение вот таких репертуарных концертов, которые проводятся очень часто. Мне кажется, что один концерт в день для Риги с 700 тысяч жителей, на мой взгляд, это мало. Вот Юра, а ты как считаешь? Вот ты как скрипач, более того, Латвийского национального оркестра в опере. Вот как ты считаешь? Ну, в принципе, то, что ты сказал насчет менеджмента, это действительно есть какой-то, я не скажу так, пробел, но какой-то недостаток в этом есть. Но и с другой стороны, все-таки здесь еще есть, может быть, я не знаю, я затрудняюсь сказать, сейчас это не так страшно, а вот, в принципе, в 90-х годах, может, еще такая инерция у нас все-таки есть то, что публика не посещала тогда концерт и посещала лишь только незначительно. И вот заполненность залов, это всегда было проблематично в то время. Ну, конечно, с того времени уже время прошло, с того десятилетия, но, тем не менее, все-таки инерция мышления, вот как делать концерт, а вот там вот параллельно идет тот концерт. И в связи с этим все-таки есть какая-то вот боязнь делать параллельные концерты, наславивая одно на другое, особенно если, например, вот знаменитые музыканты выступают, тогда, ну, как-то это все вот в одном целом складывается. Получается, что не так много публики, которая бы могла… Ну, а сейчас это не так, большая часть не так, в принципе, уже сильно, как это было в те времена. А вот как раз, да, вот я как раз и к тому веду, что, может быть, наша программа сподвигнет новую публику, пристил заполнить залы, этих концертов будет больше. И мы как раз вот затронем тему, в чем ходить на концерт, буквально через пару минут. Продолжается программа «Разворот» в студии Олег Пека, а также ведущая вот сегодняшнего «Разворота. Культурная среда» Елена Привалова-Эпштейн, Юрий Савкин и Ирина Валикжанина. Мы уже до ухода на новости и рекламу говорили о том, что в чем можно ходить на концерт. Вот понятие, насколько строгим должен быть дресс-код, вот я бы, может быть, попросил рассказать ваше профессиональное мнение, в чем можно, зависит ли это от зала, например, в котором происходит концерт, в церкви или в концертном зале? Ну, конечно, это зависит именно от зала, куда идет слушатель. Вот в нашей афише, которую мы обсудили, в церковь можно пойти, конечно же, в обычной повседневной одежде, и вас никто не выгонит из церкви. Если даже дама придет в сарафане, а мужчина придет летом в сланцах и в бриджах. Никто не выгонит из церкви, так же, как в Домском соборе сейчас, в основном, конечно, где концертная практика, концертная деятельность Домского направлена на туризм. И в церковь как-то не пойдешь в вечернем платье. А вот в оперный театр все-таки уже существует определенный дресс-код. И в большой зал филармонии, да, и в большую гильдию, и даже в малую гильдию я бы пошла в концертном платье или хотя бы в нарядной одежде. Но в будний день, конечно, после работы трудно успеть домой, пойти переодеться. И, возможно, просто пойти в обычной приличной одежде. Бывали всякие казусы. Например, когда я работала в экспертном совете золотой маски и постоянно ходила, слушала балеты, простите, слушала оперы и смотрела балеты, то помню, был интересный инцидент в Большом театре в Москве, когда передо мной охранники не пустили мужчину в бриджах и сланцах. Сказали, вы пришли в Большой театр. У него был билет, притом дорогой билет в портер. Но, вы знаете, возможно, если бы у него был билет на галерку, его бы еще и пустили. Потому что испокон веков сложилось так, что в оперный театр, в портер, это места знати, дворянства, царские ложи. И туда, конечно же, ходили в красивых нарядах, в красивых платьях. И опера – это была демонстрация твоего вечернего платья, которое сложилось еще и в XVIII веке, еще и раньше, когда определенные зоны театра были для знати, и это место, как сейчас бы сказали, тусовки знаменитых людей. А вот на галерку пускали обычную челюсть. Разве у челюди есть концертные платья? Да, конечно, нет. Они приходили в том, что у них есть. И проходили настоящие места наверху. И, кстати, латвийский театр, ведь он так и устроен, что наверху поднимаются те, у кого нет возможности купить билеты, и там, конечно, нет дресс-кода. А вот те, кто находятся в портере, должны выглядеть соответствующе. Какие у вас были интересы? Причем у каждого этажа, то есть билетаж, балкон, галерка… Своя лестница. Да, своя лестница, и они между собой не пересекаются. Не помню, кто-то сказал про оперный театр, что это вертикаль общества, как есть так. Ну, безусловно, традиция такая есть, что идешь в оперу, это как праздник, нарядиться. Ну, много ли у нас в жизни, ну, если мы не музыканты, не выступаем на сцене, моментов, когда мы можем как-то выйти в свет и одеться соответствующим образом? Но, с другой стороны, если это не оперный театр, все-таки, например, концертный зал спикери, насколько здесь строгий дресс-код? Ну, меньше строгости такое. Ну, все-таки, как обычным водится, все-таки нужно выглядеть так, более-менее солидным. Не так, вот, скажем, вот, идти в джинсах или что-то в этом роде, это уже как-то так немножко оставляет и на окружающих свои впечатления. И, в принципе, это просто отношение к тому мероприятию, к которым приходишь. И поэтому, ну, смотря тоже, какой концерт в этом, конечно, вот, скажем, классический, конечно, там построже. Ну, кстати, заметьте, когда концерт в джинтере… Вроде как свободно можно, но так, чтобы не вызывающе вот свои такие вот… Ну, вот, да, действительно, ведь есть же в джинтере концертный зал, который находится прямо рядом с морем, и, ну, как будто бы… Там уже по-другому все-таки это эстрада на открытом воздухе. Нет, но вы заметите, как туда одеваются. Да, и теми не все равно. Именно, чем дорогой… Вот, то есть в нашей практике в концертной сейчас существуют какие-то, когда очень дорогое мероприятие, когда, например, выступает Денис Мацува, вот эти вот сейчас фестиваль летний, то люди могут купить себе обеспеченные только эти билеты, и они соответствующе одеваются. Вот в моем опыте, когда я работала опять-таки в золотой маске, мне часто давали пригласительные билеты именно в первые ряды. После того, как я отработала в Министерстве культуры, то есть целый день с 9 до 6 ты идешь в театр, и я помню первый раз, когда попала именно в портер, мне было неловко в моей деловой одежде. Хотя я была в пиджаке и в юбке, но я видела, как красиво были одеты окружающие меня дамы и мужчины. И мне, конечно, в следующий раз, уже несмотря на то, что я шла на работу, мне хотелось взять с собой сменную одежду. И в то же время, пока я была студенткой, училась в Московской консерватории, бесплатные билеты нам давали, конечно же, на балкон. И часто приходилось сидеть на ступеньках, потому что места не хватало. Но, естественно, ты не оденешь концертное платье, когда тебе нужно сидеть на ступеньках или даже стоять на галерке. Все зависит от того места, которое у вас в билете. Если вы купили билет в портер, то, конечно же, стоит одеть вечернее платье, костюм мужчине. А если у вас билет на галерку, то вы можете одеться в обычную одежду. Или, например, когда вы придете к нам на концерт 14 мая, где мы будем играть с Юрием Савкиным и с Ириной Валикжаниной Моцарта церковные сонаты для двух скрипок, виолончели и органа. Вот в церковь можно прийти уже в любом наряде. И вот, кстати, я хотела спросить у Юрия Савкина, или мы еще забыли про виолончели? Да, но мы про виолончели хотели... И про Моцарта, виолончель и Моцарт. Сколько произведений написал Моцарт для виолончели? Вот такой сразу вопрос. Да, вы знаете, Моцарт нас обделил, несмотря на то, что его современники Гайден и Бетховен очень даже. То есть у Гайдена два концерта, у Бетховена пять сонат для виолончели. Моцарт вот не написал для нас никакого сонатчения. А чем объясняется то, что его в детстве не учили играть на виолончели? Почему вот именно... Это остается загадкой. Неизвестно, при том, что он написал даже концерт сольный для волторны, для фаготов, для духовых инструментов. Ну вот виолончели, он... Сейчас мы вернемся вот сейчас к вопросу виолончели. Просто к нам очень прозванивается слушатель. Я попрошу надеть наушники наших гостей, будет слышно. Здравствуйте, добрый день, пожалуйста. Вот если у вас есть вопрос по теме нашей культурной среды. Да, добрый день. Добрый. А вы не думаете, что вот то, что с упоением обсуждают ваши гости, о разделении в НАТИ, о концертных нарядах и так далее, что это не что иное, как пропаганда чванского тщеславия и что в нашей культурной среде... Нет, я не думаю. Мы говорим как раз-таки об уважении к музыкантам. Я сразу просто, может быть, возьму наших гостей под защиту, вот чтобы... Ради бога, вы можете высказывать критически, конечно, замечаниями все это учтем. Но мне кажется, что здесь ведь вопрос стоит о том, что если, не знаю, в XIX веке это было, может быть, демонстрацией своего благополучия материального, сейчас это вопрос все-таки и отношения к музыкантам. И, конечно, я просто к вам обращаюсь. Что вам, ну, приятно ли вам видеть в зале красивых, нарядно одетых людей? Вы знаете, на самом деле, чванство не хотело передать. Музыканты публику вообще не видят. То есть мы выходим на сцену, мы видим общую массу людей, мы не видим, кто как одет. А вот это отношение друг к другу. Вот когда вы идете в какое-то заведение, есть определенный дресс-код. То есть в музей можно пойти в одной одежде, в ресторан в другое. В забегаловку, в Макдональдс вообще никто не зайдет в вечернее платье. И в то же время есть ряд ресторанов, куда можно прилично одеться. Ну, без галстука не пускают, условно говоря. Я не знаю. Как было в советское время. И здесь, мне кажется, очень странное заявление нашего радиослушателя лично для меня. Потому что мы здесь обсудили, что значит разделение. То есть если вы покупаете дешевый билет на галерку, где вы будете стоять, то вы идете спокойно в джинсах. А если вы покупаете дорогой билет, это какое разделение? У вас есть способность купить дорогой билет? Я хотел бы добавить просто к тому, что, например, концертно-классической музыки – это довольно консервативная музыка. Как бы она ни была, современная или, скажем, 16 века старинная музыка. И все-таки сложить с тех времен кое-какие традиции насчет солидности одевания. А также еще в дополнение, в принципе, к трескоду. Трескод прописывается даже на сайте оперы, в чем рекомендуется приходить на спектакли. То есть это уже прописано не так, чтобы не знать, в чем идет. Но там уже можно даже прочитать вот это. Еще просто давайте примем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот если можно, если вы мне позволите, я поделюсь несколькими воспоминаниями. Вот если очень коротко. Да, коротко. И адрескодия, в частности. Концертный зал джинтери, вечерний концерт, день не выходной. Концерт классической музыки. Все звонки прозвенели, все уже сидят на местах. Между сценой и первым рядом бежит Сергей Юрский в джин-фоу-костюме. И тащит за собой девчонку лет девяти. Упирающуюся, они спешат на свои места. Второе воспоминание. Концертный зал джинтери, вечерний концерт, концерт классической музыки. До начала еще минут десять. Вдруг в зале раздаются аплодисменты. В чем дело? Обычно аплодисменты раздаются, когда выходит оркестр. Вот. Отираемся. Поднимается в нескольких рядах. Недалеко от нас поднимается человек. Расплазнивается Аркадий Исаакович Райкин. Так что, и еще одно воспоминание. Когда в 85-м году приезжал Владимир Спиваком, соло, пианистом, я помню, я отпрашивалась с работы, чтобы купить билеты, да. И на площади Лилов очередь изменилась, буквально вся площадь Лилов была заполнена очередью, которая стояла на... чтобы купить билеты на концерт Владимира Спивакова. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, ну вот такие интересные дополнения к разговору. Да, ну, может быть, возвращаясь к разговору в виолончели, я боюсь, что у нас, может быть, не хватит такого большого времени, но вот виолончели, насколько она популярный инструмент, и насколько, я знаю, что вы как педагог, вот много ли по сравнению со скрипкой отдают детей на обучение именно в виолончели или с фортепиано, например? Ну, безусловно, самый популярный запрос на вступительных экзаменах – это фортепиано. Скрипка, надо сказать, что не так популярен, но, безусловно, тоже. Ну, и в виолончели, как правило, мне приходится детей уговаривать, прийти к себе в класс, хотя у меня большой класс. Но я считаю, что в Риге виолончели очень любят. На концертах она звучит часто, много солистов, много даже таких групп, как «Дагамба», «Мэлоэм», где виолончели представлены в популярном направлении. Могу сказать, что, конечно же, для виолончели писали уже очень давно, то есть, начиная ещё с эпохи барокко, да, но в 20 веке это такой расцвет виолончельного искусства, благодаря… сначала это Пабло Казальц, испанский виолончелист, который вывел на такую большую сцену, опять же, был одним из первых исполнителей уже в 20 веке Сюитбаха, которые являются, ну, жемчужиной репертуара виолончельного. Ну, и, конечно же, Мстислав Ростропович, который, ну, со своей неуёмной энергией, да, вот вывел на какой-то музыкальный олимп этот инструмент, и просил, даже иногда заставлял композиторов современных писать для этого инструмента. То есть, и у него такой был авторитет, что он мог обратиться к композитору и попросить его создать специального для… А кто из известных композитов писали? Один раз был даже такой случай, что Прокофьев Ростропович пришёл, Прокофьев тогда и говорит, всё, через две недели играем твою сонату виолончельную. Как? А что, как? Так её же нет, я её не написал. И вот страница за страницей, страница за страницей, вот таким вот образом. Прокофьев Ростропович, Бриттон. У Бриттона он просто шантажировал, чтобы он написал. В итоге появились три свииты сольных. И вообще ему было посвящено более ста сочинений, сейчас не помню точную цифру, включая «Гранд Танго Пиццолы». И надо сказать, что даже сам Ростропович его и исполнил. То есть он, конечно, не все сочинения исполнил, но… Из этого списка ста произведений? Да, но значимые, естественно, все. И, по-моему, где-то я читала, что Ростропович шутил, что если бы он жил во времена Моцарта, то он бы его, безусловно, заставил бы написать. Да, и жалел, что такого велончелика не было, кто бы поспособствовал, скажем так. Говоря о Моцарте, вот у нас буквально есть несколько минут для того, чтобы, может быть, рассказать нашим слушателям. Мы хотели сделать такую рубрику 100 главных произведений, 100 хитов, если можно так выразиться, классической музыки. И что вот из произведений Моцарта можно назвать самыми главными хитами? Ну, Моцарт вообще один из немногих композиторов, которого можно напевать очень и очень много произведений. И даже те слушатели, которые придут к нам на концерт 14 мая в церковь Святого Иоанна, они тоже потом будут идти и петь мелодии церковных сонат. Но, наверное, самое известное сочинение Моцарта – это сороковая симфония. Соль минор. Моцарта – это сороковая симфония. Моцарта – это сороковая симфония. Какое место занимает в творчестве Моцарта? Сложно сказать, какое место, но одно из первых мест, потому что у него действительно очень много мелодий. И современники Моцарта как раз и ругались, что куда не пойдешь, даже самый замшелый цирюльник поет арию Фигара Моцарта или арию Керубина. Это невозможно. И действительно, Моцарт – это один из самых таких гениальных композиторов, которого поют все и все знают. Я думаю, что это композитор номер один все-таки. И вот эта сороковая симфония – это одно из самых ярчайших произведений, которые действительно входят в эти сто хитов классической музыки. Я думаю, даже, скажем, из музыкантов, который, скажем, несколько далек от музыки классической, вполне возможно, что можно сказать, например, что Моцарт описал одну симфонию. Сороковую. Ну, а я помню то время, когда, по-моему, в 90-е годы из каждого второго мобильника вот эта мелодия звучала просто как звонок. Рингтон. Рингтон, да, рингтон. То есть это удивительно, но вот одна из самых узнаваемых, наверное, мелодии классической музыки. Да, так и есть. Ну что же, у нас на самом деле время нашей вот сибютной программы завершилось. Я хочу нашим слушателям напомнить, что все те, кто хочет быть в курсе классической музыки, ближайших концертов академической музыки, кто хочет знакомиться с историей музыкальных инструментов, с историей главных произведений, которые нужно знать, ну, хотя бы вот просто кому эта музыка принадлежит, включайте «Развороты» как раз каждую среду по средам, «Культурная среда», так будет называться вот наша рубрика. Елена Привалова-Эпштейн, Юрий Савкин, Ирина Валикжанина сегодня были с нами. Спасибо огромное вам. Всего хорошего. Спасибо, до свидания.